привет всем я буду сейчас отвечать на ваши вопросы которые вы оставляли под шорт посвященному этому нашей рубрике посвященный вопрос ответ сразу хочу сделать отступление первое первое отступление есть вопросы которые довольно личный характер носят я на них отвечать не буду поэтому если я на ваш вопрос не ответил значит это из разряда вопросов которые я не буду обсуждать почему объясню потому что это вопрос касается других людей он их тайны их личной жизни я не буду все обличать потому что понимаете пока это все идет на уровне обсуждения просто там в чате где-то в группе участниками до нашего сообщества это одно как только я это скажу отвечу на что-то это будет означать что я вступаю в этот диалог и мне можно задавать вопросы я буду отвечать эту тему развивать буду отвечать на еще какие-то вопросы то есть уходить глубже но это допустить нельзя потому что изначально это не мы подняли эти темы вот я между тем которые затрагивают ваши вопросы которые я сегодня не зачту это не наши тайны это не наши откровения я вам отвечу так вот вы сами посмотрите проанализируйте и вот вы увидите это или не увидите может быть вы сами все поймете пробуйте найти ответ сами потому что есть все визуальные есть все аудио доказательства или не доказательства то есть включаете смотрите изучаете и вы сами поймете да или нет и вообще если так вдуматься это не имеет уже значения ну правда кому вот это правда сейчас нужно именно это она ведь не связана с юши же поэтому давайте это оставим сторонке я начну читать вопросы а почему вы решили что юрий жив объясните как такое возможно почему тогда им поставили памятник ведь живому человеку памятник не ставят убедите меня что юрий жив хоть какой-то намек на то что юра жив вы как с луны извините конечно найдите в контакте группу нашу юрию штанов жив называется там 10 лишних подписчиков 10 лишних тысяч конечно же подписчиков посмотрите здесь и наш аудио прослушайте их вы я думаю вы найдете ответ почему так что там объясняется как такое возможно и почему и намек там есть и так далее и тому подобное памятник живому человеку ставят почему решили что не ставят дальше что следующий вопрос почему фанатки из официального чата так запросто применяли юру а якобы семью еще смеют агрессировать в нашу сторону хотя мы все уважаем что-то нового в отличие от них слепых фанаток большинство этих фанаток они любят не юру а образ который они придумали это обычная практика фанатизм это обычная психология фанатизма этот вот идеальный образ который они сами создали в своей голове вот его не любит и очень боятся что что-либо это идеальный образ пошатнет ведь юра хороший человек и действительно несет добро это факт но просто все мы люди и не идеальны есть какие-то у нас свои человеческие недостатки или пороки слабости просто дали бы юре быть собой не лепили бы вот из него какого-то архангела ангела как сейчас пишут это все фанатизм и поэтому сейчас они легко променяли уже юру на эту семью потому что верят что это обожаемая семья его значит мы должны там быть с ними и любить их то есть его жена это моя жена вот такая вот у них политика и нас считают монстрами злодеями которые значит хотят опорочить как-то юру хотя мы никогда ни слова плохого про юру не говорили мы как раз таки за него просто эти фанатки они но не пробиваем а вот что ни говори они останутся на своем что там святая семья а мы негодяи пусть любят если им это нравится не абсолютно нет никакой ни жалости ничего к этим людям совершенно они сами сделали свой выбор они сами сошли с ума они сами считают что их можно как ложков обводить вокруг пальца значит пусть они в этом живут и они главное очень сильно любят сюда прибегать только выходит какое-то видео или шорт сразу тут как тут они видимо подписаны или следят как-то за новостями и все время пишут что-то типа надоело читать заткнитесь у меня вот такой вопрос только один зачем вы это читаете слушайте так далее вас сюда вообще никто не зовет вас здесь не ждут вам тут не рады мы для вас это все выпускаем так для себя внутри своего сообщества мы не для вас это делаем у вас не пытаемся переубедить или сказать вам знаете уважаемые фанатки из официального чата вот измените свое отношение к семье разуверитесь да нам это не надо нам плевать на вас понимаете вы или нет мы знаем что в официальном чате сидите в курокус побежите и будет целовать пятки всей этой семье до скончания времен поэтому продолжайте к нам не лезьте мы к вам не ходим туда ничего вам там не пишем и почему потому что вы нам не нужны все ведь взаимно будто вы отвалите так ладно дальше кудрышов знает где юра спасибо за ответ нет не знают если все это было ценировка кто помогал юре ведь не мог же он один все это организовать помогал ему в этом кудрышов вот по нашей основной версии это вообще произошло без ведома юра юра хотел перемен сменить вообще свою творческую деятельность и направление работы директора и вот и вот таким образом убрали а потом чтобы вот эти всем так скажем прикрыть ляпы и неточности пригласили семью вот наш субъективно такое мнение дальше стояли 10 лет эта девочка выглядит лет на 15 но не на 10 верю юра жив если вы не убили или позже или была другая смерть и похоронили не так как официально рассказывают и показывают короче официально происходящее абсолютно не верю и все мира и здоровья верю что юра явится если его прячут насильно или он не под или он не под препаратами здоровья настояли до 10 лет дальше здравствуйте хотелось бы знать ваше мнение правда ли что юра хотела расстаться с кудряшовым или они вместе придумали этот план да он хотел расстаться с кудряшовым но план этот обговаривался то есть был была ситуация которая спровоцировала вот этот диалог и кудряшов знал как это делать с юрой они это рассматривали вариант ухода таким образом но планов в планах не было все вариант рассматривался в планах не было и когда вот настал вот этот срок кудряшов решил использовать все свое знание далее почему что новая и кузнецова во всем одинаковом якобы хоронили но серега умер может быть но юрка жив не чувствую его мертвым глаза живые все везде не состыковки желаю удачи вашему каналу спасибо во всем одинаковым якобы хоронили вы имеете что ввиду одежду что ли атрибуты да кузнецов умер по правдам откуда вы точно знаете что он жив вы его лично самого видели и вопросы вы задаете провокационные давайте остановимся на том что я рассказываю верить не верить уже вам решать я не буду говорить видел там что я не видел здравствуйте скажите пожалуйста будет ли юра еще выступать и петь нет не будет скажите пожалуйста правда что жена юры это не его жена что показывают и дети все пишут что это его дети мы считаем что это не его жена крайне мере они нынешние по крайней мере они в том формате в котором нам это все предлагают а почему да потому что есть очень много факторов которые указывают на это я вообще раньше делал ролики посвященную этому но они здесь удалены я их удалил на этом канале в принципе их и не было то есть то есть сюда я их не заливал еще пока то новый канал они есть у нас в контакте юрист но уже я вот думаю сейчас столько фактов набралось что мне нужно все это в одно видео объединить чтобы все было собрано по полочкам ну понимаете те кто хотят верить в эту семью они будут в нее верить хоть что скажи хоть что покажи а если рассуждать логически то много получаются вопросов нестыковок некоторые пишут что дескать вы фанаты сошли с ума так хотите чтобы юрочка был жив что все это как бы выдумали чтобы себя утешить но нет дело не в этом я не фанат абсолютно я спокойно и хладнокровно могу обсудить то что происходит что собственно и делаю и что не нравится тем у кого рассудок помутнен вот чувствами они считают что я ну как сказать причинаю какое-то зло там что-то новую или его детям давайте хотя бы остановимся на то что наша группа в принципе не интересовалась этой семьей никогда она была нам не нужна она была интересна в контексте только расследование что случилось с юрой куда он исчез и почему а теперь становится понятно что там корыстные цели сплошные для этого и детей вытащили несовершеннолетних малолетних знаю что там и будут обсуждать что многие там будут плохое что-то о них писать все равно вы толкали их в публичное поле пожалуйста смотрите на них обсуждайте главное чтобы себя прикрыть и свои задницы прикрыть но это так выглядит по крайней мере для чего нужно было детей выставлять на показ неясно ну загадки конечно есть и это нехорошие догадки вот вы сами думаете что это жена как вы считаете вот все ее поведение но что указывает что жена это если я начну перечислять все факты которые очень странно с этой семейством связаны то я думаю вы разуверитесь просто сейчас выпуск не об этом далее вы чего-то боитесь почему вы меняете голос мы ничего не боимся потому что ну во первых есть связи во вторых если даже вот просто материнное слово с нашим ухом рядом пролетит листочек на плечико упадет то мы будем знать на кого думать кто стоит за всем этим кому выгодно что-то там причинить любому из наших админов поэтому абсолютно ничего не боимся они не камикадзе они ничего делать не будут а те кто тут нам пишут какие-то гадости там или маты иногда конечно бывает у нас есть люди которые занимаются от мониторингом они устанавливают просто кто это пишет кто себе такое позволяет потому что мы действуем согласно законодательству мы его знаем согласно нашей конституции у нас есть согласность свобода слову а мы обсуждаем публичных людей которые сами себе сделали публичными то есть мы не шпионим там за семью где-то там в доме вот не фотографируем в ванне там в туалете на кухне мы обсуждаем то ровно то что они сами выставляют на показ как следствие естественно мы не нарушаем никакую журналистскую этику вообще ничего не нарушаем поэтому люди которые считают что мы что-то нарушаем они просто безграмотные юридически высказываем свое субъективное мнение свой взгляд на ситуацию вы можете иметь другое мнение пожалуйста поэтому нарушают как раз закон те кто нам пишут что-то оскорбительное или пытаются там как-то что-то запугать может быть даже это просто смешно потому что естественно я вот или кто-то из моих других админов мы не читаем это все по первым словам понятно мы удаляем блокируем поэтому те кто вам что-то пишут они думают что они как-то влияют на ситуацию а по факту просто сразу автоматический блок идет у нас еще поставлена в настройках такая как бы штука что она просто удаляет все всякую там утершину и всякие пакости то есть мы даже не читаем их потому что времени нет еще тратить их на тратить эти минуты драгоценные на вот эту вот неадекватность там токсичность это не про нас нас очень много дел нам некогда этим заниматься чтобы перебраниваться с какими-то сумасшедшими фанатками двинутыми которые весь день с утра до ночи думают о Юрочке теперь уже думают о его в кавычках семье и целуют им там все руки ноги и все что нужно нет времени на это поэтому пусть пишут повышают нам рейтинг своей писанины и сами того не ведая просмотры все растет благодаря им во многом не только конечно но и благодаря им тоже а мы их негатив не читаем даже не получаем большинство негатива поэтому дело это вообще не в страхе просто фамилия моя слишком известна чтобы я ее называл вот и нет я не блогер там какие-то были предположения что я блогер там какой-то был и разные писали вообще имена что это мой канал второй нет у меня было каналов я не блогер я никогда ничего не говорил просто но ранее я вообще не с ютуба я в контакте там где у нас группа то есть я не работал на ютубе не вел каналы ничего не делал я здесь вообще в другом абсолютно я не кузнецов кто там писал что кузнецов ну и естественно не разин что тоже пишут что я разин что я кузнецов это все очень смешно конечно пишите дальше далее читаю просто комментарий показатель того что Юра жив очень много кто-то Кутуню только что умер и там смотрите как убиваются родные любящие его у Юры все не так жена не та и дети не его все актеры играют за деньги Юра спасен но он семьей не вернется никогда когда реально умрет тогда и вылезет Кудряшов знает а разин знает поют песни все песни народу Юра и песни в истории это точно я согласен с вами что это все актерская игра если Юра жив то есть ли реальный способ узнать где он может как вариант слежка за его семьей или за Кудряшовым представьте что вам бы специально выделили для этого определенный бюджет на то чтобы узнать правду о Юре как бы вы его стали применять может быть наняли честного детектива честного и частного ну вообще мы бы не согласились брать никакой бюджет потому что это финансовая ответственность перед другими людьми вот нафиг надо связываться во первых а во вторых частный детектив его часто перекупают и он начинает говорить не то что нужно то есть вводить нас в заблуждение нет веры понимаете этим детективам но если представить что нам бы вводили какой-то бюджет и мы бы например согласились я не думаю что это все вообще нужно было бы делать потому что Юра там где сейчас должен быть и он не в больнице кто-то пишет там не в тюрьме он просто в тени и не может выйти но он не в опасности поэтому нам не надо его искать слежка за семьей слежка за Кудряшовым ничего не прийдет они сами не знают где он их действия направлены на то чтобы Юру расшевелить и разозлить ну вы должны это понимать потому что они делают все от противного все что он не любит они это все делают он замкнутый ввел образ жизни они говорят мы сейчас вам все покажем личные архивы вытрясем вы только нам заплатите за 35 тысяч за концерт в Крокус мы вам покажем личные его архивы потом что-нибудь наверное выставят на аукцион какую-нибудь его вещь ну почему нет он сказал дети это для меня вообще ну такое такая тема что я никогда на публику не выведу вы их не увидите пожалуйста всех детей вывели они у нас медийные персоны стали жены говорит нету в интернете не будет вот она есть любите цените и обожайте он говорит я не люблю когда мы песни перепевают но не надо этого делать а нет будем сейчас вот все будут там петь плясать в Крокус прибегайте пожалуйста а фанатки эти вместо того чтобы встать на южную сторону они пишут супер а я купила билет а вы твари что тут пишите то что вы тут смеете говорить что против концерта совсем опалоумили на государственном уровне Юрочку уважают даже вон какие люди будут великие петь что то вообще уже реально крыша едет у людей какой государственный уровень вот у меня всегда была такая мысль что было бы круто если бы в кинотеатрах продавали бы иногда билеты не на кино а например на записи да на аудиозаписи на клипы на концерты вот купил человек билет как в кино пришел и посмотрел бы там на Юру с ним архивные какие то кадры да с ним концерт его его песни вот это было бы намного лучше это было бы так что ее и молодежь бы шла она ходит в кинотеатры да привлекала бы их в эти залы транслировали бы вот эти концерты как в Москве сейчас придумали и в Питере показывают советские фильмы в кинотеатрах так и тут не вот эти новинки там очередные пиндосовские а именно вот Юру например показывали бы а почему нет вот это было бы лучше всех этих концертов но им то концерт нужен потому что нужны доходы к слову о концертах мы задаемся вопросами и нам отвечает эта семья и Кудряшов все что мы бы не поставили под вопрос они всему дают ответ ну например мы спрашивали что за сумму вообще что за цены куда пойдут бабки а они ответили что артисты оказывается бесплатно будут петь а денежки то пойдут организаторам да вообще с ума сойти такие бабки организаторам да вы что задурели что ли ну обычно первые ряды стоят я не знаю ну 8000 может быть максимум ну пусть 10 но не 35 вы че с дубу рухнули и вы хотите чтоб мы поверили что все поет организаторам я не удивлюсь вот в абсолютно если вот я видел такой комментарий с ним согласен в контакте что эти актеры артисты еще и заплатили семье Кудряшова чтобы петь и все как бы ну на волне они Юрины песни споют уже появится кавер их правильно? появится вроде как замечательно для них это как бы подъем в карьере а Кудряшов там семья получит дополнительный доход все супер дальше так в одном из ваших ответов на вопрос на вопрос курит ли сейчас Юра вы уверены ответили да курит не бросил откуда уверенность увидели Юру ну есть просто уверенность и все видел не видел это уже не важно я тоже верю что Юрочка жив но почему вы говорите что семья которую нам показывают не его я только что про семью говорил будет отдельное видео где все вопросы странные по этой семье я задам и вот что я хочу сказать вам вот один факт вам сейчас дам а вы просто подумайте один из а море этих фактов Юра говорил что его дети летом у бабушки и дедушки отдыхают а не так давно Светлана написала что ее отец умер очень давно там 40 лет назад а ее мать даже не в курсе что Юра умер то есть как так во первых когда у кого у каких бабушек и дедушек его дети отдыхают вот ляп или нет и во вторых как может мать ее не знать что умер Юра что это за такое и нигде не была то есть это же как бы семья почему ее не было нигде ни на открытии ни на открытии памятника ни на прощание ну подумайте об этом далее читаю читала комменты пишут о каком-то братье-близнеце да неужели люди молчали бы в деревне что мать Юра родила в скорой двойне не поверю шила в мешке не утаишь только лет уже бы где-то вышла инфа потом видео Кристин сына да неужели он для своих безумных фанатов делал тогда в седьмом году отмазку мол действительно женат и есть ребенок потом фото с женой и крошкой дочкой тоже его ложь для чего ему это надо было что он тогда к смерти готовился сколь видео с детьми на рыбалке моря с Денисом как он лодку конструировал это что все для отмазки еще Светлана когда вышла замуж было 30 лет а теперь ей 47 человеку свойственно меняться с возрастом да еще с какого ракурса сделаны фото а то все пишут что Кудря представляет разных Светлан вопрос тогда неужели всех знакомых кто общался с Юрой так сильно запугали что ну все поголовно молчат никто не напишет что это липовая семья хотя есть фото материалы деток и жены вместе с Юрой в ранние годы я лично не верю что Юра жив допускаю что в гробу был не его труп и при его деньгах неужели он не мог защитить себя от Райзена неужели Райзен такой всемогущий да меня сильно возмущает что все молчат если это не его дети и жена так мне кажется уже бы кто-то проговорился написал на просторах Анета все прям не запугать а то как сговорились не Гугу молчок а на имени любви к Юре сейчас такие бабки блогеры отмывают ну что Бог всем судья Бог судья всем действительно и вам тоже и нам и соседу и прохожему всем судья я считаю что вам все таки много нужно в другие сообщества потому что мы знаем что Юра жив мы в этом уверены и мы не для того это все выпускаем чтобы агитировать и привлекать больше народу как-то в нашу секту не для этого мы рассуждаем мы обсуждаем потому что эта семья ведет активную деятельность и деятельность напротив Юры она только вредит Юре вы это просто не понимаете возможно вот вы столько написали там вот например разин запугал а при чем тут разин вот его как бы вписали в эту историю но он удобный персонаж конечно он известен своими аферами и характер у него такой ну неоднозначный и поступки такие неоднозначные легко понимаете легко приписать его в эту историю было только какая в реальности то у него роль в этой истории возможно вообще мизерная пока все вот ругают разина происходят какие-то вещи которые видит не все мало кто видит по факту это так и есть посмотрите пока мы все там будем обсуждать разина как он плохой чем собственно занимаются большинство фанаток они не видят что творится у них под носом вот например слова от бабушки с дедушкой пожалуйста равность на которую никто не обратил внимание а надо было бы вы говорите что там 30 лет теперь 47 да понятно что человеку свойственно меняться но она меняется в разные стороны то она намного моложе то она намного старше наше умозаключение что это две сестры одна моложе другая старше потому что сегодня она старше завтра она намного моложе и всегда у фанаток есть ответ что так упал свет так упала тень такой цвет кофточки такой там макияж то есть всегда есть ответ любое высказывание есть ответ даже абсолютно нелогичный можно со временем стареть можно немножко там как-то примолодиться но не постоянно туда-сюда как это у нее происходит есть две сестры младшая и старшая вы говорите о том что кто-то должен сказать что это не его семья да кому это надо скажите кому нужно лезть в эти дебри вот вы там например знали бы что вы были бы певицей знали бы что допустим это не семья Юра например или догадывались бы вы что стали бы это писать в блогах там своих или выступая где-то нужно же иметь какую-то базу нужно иметь что-то что предъявить что ваше знание может или ваши догадки могут вообще противопоставить вот этому шоу которое начал Кудряшов он же эту семью открыл проявил показал и заметь я никогда не говорил что Юра посторонний человек этой семье нет он не посторонний просто он не действующий муж и он не то что нам как бы показывают не этот формат отношений вообще я говорил что он крестный отец вы как бы как бы делаете упор на то что он вообще слева был да и эта семья просто ему представлена как актера ну конечно нет это все общение было это все дружба была это были какие-то отношения это же фотографии сделаны и видео не просто так вот с посторонними людьми сейчас стану сыграю да ясен пень что это было не так здравствуйте скажите пожалуйста каким образом если Юрий находится в стране и не выезжал за границу и ему удается быть незамеченным неужели он сидит где-то и никуда не ходит извините за повторные вопросы задавала его вам в личку вы отвечали но что-то мне это все равно не понятно я все таки думала что он за границей но вы уверенно говорите что не выезжал никуда и внешность не менял спасибо заранее за ответ во первых он не один находится во вторых мы привыкли с вами просто думать что мы живем в городах и все как-то упирается в города и заканчивается да на них может быть там деревня но у нас такая необъятная родина север сибирь таежная деревня вы знаете что там есть такие поселения где люди даже до сих пор вообще не знают что такое интернет и как им пользоваться затеряться в нашей стране намного проще чем куда-то выехать хотя кажется изначально что наоборот что он сбежал в другую среду и там тебя не узнают это хорошо работает для не медийных личностей уехал и там тебя не узнают в нашем случае в нашей ситуации в мире ему было выгоднее остаться в России потому что все равно где-то в аэропорту при регистрации в другой стране тебя кто-то увидит это однозначно он тоже не может просто без регистрации сесть где-то в самолет в пустой и улететь у тебя будет пилот еще кто-то то есть он остался в стране а что разин вор в законе что ли все боятся или на него правы нет кто он такой чтобы Юрочку прятали дай бог жив это чудо ну тут как бы дело то не в разине не от него спрятали то может быть я пропустила но мне не попалось видео где вы информировали о наличии семьи как вы оцениваете интервью предполагаемых детей которые выступили об отце после открытия памятника мое личное мнение что это были сухие подготовленные слова такие беззвучные реплики о каком то дядюшке о каком то дальнем родственнике ну вы видите какие то эмоции особые в них я конечно понимаю что фанаткам кажется что вы циничные такие вот злые и хотим как то вот уличить эту семью понимаете даже если она была настоящая эта семья мы ее любить не обязаны это же глупость причем тут вообще семья нам нравились песни Юра там как личность он нам нравится причем тут его семья можно сказать ну раз ты его типа уважаешь что уважаю там его родных да вот про это поговорить но причем тут родные он при жизни нам ни разу их не продемонстрировал никак при жизни я имею ввиду официально то есть до инсценировки поэтому он нам их не показал и мы имеем полное право их не принимать и всячески обсуждать как хотим а кто там им проникся и полюбил ради бога любите повторяю нравится хорошо замечательно что нравится всем доброе время суток я считаю что Юра жив в семье жены у него нет дети внебрачные есть с разным они друзья не ссорились никогда вся красивая картинка про жизнь Юры я думаю этот сценарий разный иначе Шатунова бы не смогли раскрутить на таких высот интересное у вас мнение конечно имеет место быть якобы смерть Шатунова это возможно было уже написано в договоре это финал будет таков проект закрыт Куртой возможно тоже подписывал данный проект поэтому он везде приписывается к Шатунову и его отшили и ему отошли большие финансовые суммы и вот шили читаю по закрытию проекта под названием Юра Шатунов Кудрышов просто исполнитель по организации похорон фотошопа фотографий представления фанатам якобы жены детей спасибо за мнение только непонятно где сейчас живет Юра чем занят также продолжает писать песни столько лет заниматься музыкой и бросить я думаю он уже не может без этого столько лет общения с поклонниками концерты чаты наверное ему сейчас очень плохо душевно не поговорить не поделиться с людьми он же видит как люди его любят а выйти на связь теперь не представляется возможным сложным ситуациям он продолжает заниматься тем чем занимался он всегда говорил я звукорежиссер сцена это для души он пишет музыку что касается что плохо на душе естественно но не потому что он не может поговорить с фанатами а потому что фанаты эти ну 90% предали его сидят в официальном чате рядом с Кудряшовым рядом с этой семьей так сказать и все вот эти попытки раскрутить это дело пусть даже ну не верю что Шатунова живет например как смерть ну вот расследовали бы как смерть гибель Шатунова мы же всегда были за это мы говорили расследуйте пожалуйста мы даже наши подписчики они отправляли коллективную жалобу большую коллективное требование в следственный комитет откройте пожалуйста уголовное дело на что были отписки что семья не имеет претензий поэтому не предательство ли это скажите а по моему предательство чистой воды мы только за расследуйте как убийство делайте просто хоть что-нибудь но видите кто попытался они упорлись в стену а вот те кто пишут нам тут всякую чушь типа вы покрываете убийство хотите всем втюрить что он жив да докажите убийство кто против то а вы вообще кроме того чтоб что-то там в интернете строчить можете поднимите пятую точку пойдите и сделайте хватит уже тут просирать жизнь в интернете и бегать по чатам по блогерам друг другу перекидывать сплетни займитесь делом расслюбите шатунова идите и организовывайте расследование убийства это я не вам я это вот тем кто пишет всю эту чушь это я к тому что предали его поклонники вместо того чтобы идти действительно заниматься делом они тут с нами рядятся сидят так посмотрю есть ли еще вопросы привет есть вопрос пригласите анонимного косметолога или физиогномиста или хирурга пластического показать фото вдовушке разных лет она с детьми маленькими она в двадцать третьем году есть фото и видео апрельские меня всегда удивляло отсутствие макияжа волосы уложены неопрятно где-то фото мелькнула вдовушка с детками и у всех трех одинаковые брови очень светло-коричневые тонкие непонятно зачем в сентябре у Дениса другие брови у вдовы видно из-под очков прям брови в разлет с девочкой еще интереснее на одних фото есть щербинка на передних зубах на других фото нет посмотрите репортажи с открытия памятника сын стоит чуть позади адвокат Васильев они больше похожи чем сын и Юрий вот что Васильев похож на детей мы это очень часто слышим я показывал это все физиогномисту они и он утвердил меня во мнении что это разные личности разная женщина но я так понимаю что наверное этот разный косметолог или физиогномист они скажут разное как вот эти экстрасенсы для одних юрожи для других мертв тут наверное так же кто-то скажет что разные люди похожи сестры например кто-то скажет что разные кто-то скажет что одни ну что это один человек в смысле поэтому дальше меня волнует кто живет в московской квартире Юрия неужели Кудряшов там там сейчас никто не живет в данный момент Кудряшов столько масснословых денег получил с Юрой из концертов какие там суммы вертелись столько денег на адвокатов у Юры взял чтобы лишь бы Юра судился лишь бы вот разогревать конфликты что ему не надо жить в Юриной квартире у него свои замечательные хоромы я слышал информацию что Юра жив ушел от нас на три года затаился от назововых глаз и достающих его людей а как эту информацию понять то ли это правда то ли нет хочешь верь хочешь не верь одни вопросы и сомнения не верьте причем тут три года так можно сказать на шесть лет или на год затаился очередной какой-то вброс не вернется Юра и не будет он ни петь ничего такого делать что делал ранее да мы должны с этим смириться и это понять и принять на дне рождения Дениса 5 числа время толстой стелы за кадром слышен чей-то голос ты моя лапочка или ласточка слышно не очень отчетливо но слышно голос похож на Юрин что вы об этом думаете спасибо за ответ я думаю что все по крайней мере ладно не все многие ищут сейчас Юру вот в отражениях каких-то там сказал там что-то произнес там он мелькнул но это все чушь Юры нет с этой семьей я еще раз повторяю я могу повторить это тысячу раз вы сами поймите что Юра добрый человек он не будет издеваться над людьми он если бы делал эту тренировку сам и это была бы его семья да и он хотел бы просто скрыться он бы сделал так чтобы людей не травмировали так сильно просто бы все исчезли он бы исчез а семья бы не появлялась вроде как есть где-то там да в Германии наверное ну все а так получается он издевается над людьми зная что они там плачут в чате сидит и смотрит читает и да говорит это Светлане давай иди там с детьми не походи поплачь там на Троекурова ну получается тут уже он становится как бы как бы мерзавцем каким-то что ли поэтому поймите что нет он не с этой семьей в ресторане тем более ну как его увидели бы да нет конечно же Юра не с ними он вообще не в Москве он вообще далеко и он в шоке от того что происходит вот на данный момент это все вопросы которые я увидел на которые смог бы ответить и по времени уже много получилось наговорил здесь также было рассуждение я этих людей заблокировал они говорили о том что некая женщина из Финляндии спасла Юру концертный организатор и держит его где-то эта женщина у нее Ник Юрьевна она была у нас в группе в чатах это психически нездоровый человек который выдумывает эту чушь что якобы у нее где-то там живет сидит Шатунов поймите что это очередной вброс не верьте не ведитесь никакой Финляндии никаких концертов сейчас резко вот появились женщины у которых любовник Шатунов сидит он у них там в квартире они его спрятали кормят поэт а он их любит беззаветно я скорее уж поверю что он любит эту Светлану одну из этих Светлан по крайней мере он с ней целовался и есть фотографии не фотошопные где он ее целует вот может быть какие-то отношения у них романтические были в прошлом давно 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 но уж точно не с какими-то женщинами которые в интернете пишут всякий бред это просто фантазерки которым хочется чтоб так было ну сядьте напишите любовный роман сделайте себя главной героиней и Шатунов представьте себе пусть хоть на страницах книги вашей фантазии как-то ну людей не надо просто так вот вводить в заблуждение а у нас оказывается столько наивнейших людей по факту я вот удивлен до истории Шатунов не знал что так легко наших людей ввести в заблуждение особенно вот играя на чувствах я буду закругляться благодарю за внимание спасибо спасибо спасибо